О, ребят, Ведерников пришёл. Нифига себе. Господин Ведерников, да? Или нет? Правда, что ли? Ну, что и правда. А, и правда, Ведерников. Везуха какая. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то деткам нравится? Да, вы знаете, большое спасибо вам. Честно скажу, очень рада тому, что наконец-то у нас стали делать хорошие площадки. И очень рада, что вы подошли ко мне, потому что я самоблогер. И очень часто также обращаюсь в своих видео к вам. О всех насущных проблемах. Не всегда не возможно смотреть все обращения. Но я думаю, что всё равно кто-то смотрит. Но я вам честно скажу, это большая победа, то, что у нас стали строить такие замечательные детские площадки. Это здорово. Я надеюсь, что вы будете продолжать так же, вот в том же духе, вот заботиться о городе. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо, что вы с нами. Да. Ну что, друзья, все уже в ВКонтакте посмотрели на моей странице видео, как ко мне на детской площадке подошёл губернатор, да? Давайте сегодня видео посвятим этому. Потому что на самом деле тема видео очень можно разбить из этого интересно. Когда я сидела на площадке, да, мне было на самом деле в тот день так плохо. Вот. И тут вдруг на площадку пришёл губернатор. Они так прибежали быстро с этими телевизионщиками, что я просто достала телефон, это по привычке, у меня уже рефлекс такой, достать телефон и начать снимать. Вот. И первые комментарии на видео, они, конечно, такие. Я думала, что я сейчас просто скажу что-то, да, и всё на этом закончится. Вставлю это в какое-нибудь своё видео, чтобы приходил губернатор. И тут вдруг он разворачивается, оглядывает площадку и идёт прямиком ко мне, где я сижу. Там было много женщин, но вот почему-то пошёл именно в мою сторону. И когда он подошёл, да, тут же сразу подбежали телевизионщики, ну, то есть они специально снимают, да, он подошёл так, специально встал, чтобы снимали меня, чтобы меня будут спрашивать сейчас, да. И когда ко мне подошли телевизионщики, вот эти вот, да, ну, камера, огромный микрофон, то, знаете, вот это были какие-то секунды. Немножко, конечно, было волнительно, но в большинстве своём я испытала такое удовольствие. То есть вот эти секунды, доли секунд, когда я поняла, что меня снимают, что вот эта камера, вот этот микрофон, меня не поразил губернатор в плане того, что, да, многие бы восхистились, ой, ко мне губернатор подошёл. Для меня было другое важно. Для меня было важно то, что ко мне подбежали камеры, микрофон, это какие-то люди. Я не помню лица, я только помню, что вот эта камера, микрофон и всё. И тут у меня внутри пошла волна, волна такого блаженства, которым я говорю, это по уровню, наверное, можно сравнить с оргазмом только, да, вот такое удовольствие. Было немножко волнительно, но страшно не было. Я даже не знала, что я буду говорить, я просто говорила то, что, наверное, первое пошло на ум, на язык, да, в данной ситуации. Правда скажу, это для меня было таким удовольствием, это просто было неописуемым удовольствием, я в тот момент поняла, что делает меня счастливой. Вот я столько вам рассказываю о том, что вот найти, как найти, что найти для себя, да, чего я хочу, а чем я хочу заниматься. И вот в только тот момент я поняла, чем я хочу заниматься. Ну, то есть, не чем я хочу заниматься, а что делает меня счастливой. Меня делает счастливой, когда меня снимают камеры, телевизионщики, вот этот именно микрофон огромный. Они подошли, я как будто внутри себя зашла в какую-то такую комнату блаженства. Я говорю, я не видела вокруг. Губернатор в стороне, ну, меня он вообще не волновал, на самом деле, что он там рядом стоял, да. Вот. Я внутри себя ощущала такой поток блаженства. Мне писали комментарии люди, да. Одна моя зрительница, которая любит съязвить, написала мне, что я лицемерка, что я так хорошо губернатору говорила, вот, про детскую площадку, а что на самом деле я-то часто критикую власть. Вот она сказала, что я лицемерка. Но я пояснила, женщине, хотя она меня не поняла, что вы меня плохо знаете. Да, я люблю покритиковать систему вот этой власти, да. Но людей-то я, как бы сказать, не критикую. Я к личности губернатора, как к человеку, как к мужику, да, который подошел ко мне, я отношусь хорошо. Такой губернатор, такой, знаете, я хочу сказать, такой мужчина красивый, вы знаете, такой, как говорят, выхолощенный такой, ну, прям вообще. Сейчас нам скажу. Даже, даже, вот, ТВ, да, не такой красивый, как в жизни. В жизни, ну, прям, ой, загляденье, мужик, вообще, да, но к личности, к нему, да, вот у меня претензий нет, это же человек. Причем здесь личности человека, что я, если критикую, я критикую систему, но люди, которые меня смотрят, некоторые, они меня не знают, они меня не понимают, вот, и они судят, прежде всего, а мне по себе. А у меня не все так просто, не все так просто, вот как многим кажется. Все намного сложнее. И вот после этого случая, да, я поняла, что, наверное, вот ради вот этого удовольствия, которое я получаю от съемки, когда меня снимают, я могла бы переступать через какие-то свои принципы. Я могла бы говорить все, что угодно, лишь бы меня снимали, лишь бы была камера. Вот если бы мне бы, вот наша российская власть, да, ну, местная, там, еще как тут, я была бы блогером, они бы мне платили за что-то, да, или там на меня бы, я бы работала на телевидении, мне нужно было говорить что-то, что противоречит моим принципам, наверное, я бы говорила. Потому что для меня, как выяснилось, я сама этого даже не знала, вот до того момента, как вот это произошло, да, что для меня такое блаженство, оказывается, вот, то, что меня камеры снимают. Мне так хочется этого. Это вот то, что приносит мне в жизни, просто громадное удовольствие. Это такое счастье, вот, понять, что тебя, вот, на самом деле радует. Не сама встреча с губернатором, да, меня как-то порадовала, а именно то, что я поняла в этот момент, что какие я испытываю ощущения, когда меня снимает видеокамера, вот это профессиональное микрофон, на те люди, они, ну, потом еще в конце видео, там, женщина какая-то, видимо, из его группы сказала большое спасибо вам, спасибо, да, за то, что вы так хорошо сказали, да, это же, ну, как сказать, я сказала так, я мужу потом, дала послушать, он говорит, все подумают, что ты из Единой России, ну, правда, я сама, когда слушала, я думала, господи, откуда у вас, не такая, такая, ну, не знаю, такие возвышенные речи, вдруг проснулись, ну, а какие могли быть еще речи, какие могли быть речи еще у человека, который получает удовольствие от того, что его снимают, и который хочет, чтобы его показали, что еще он может сказать, может ли сказать он еще слащавее, чем сказала я, мне кажется, нет, и мне писали комментарии, еще там женщина, одна мне подписчица, зрительница, мне написала, что вы так уверенно говорили, друзья мои, да, у меня нет никакого страха, никакого, знаете, у многих есть этот страх, да, ну, например, перед губернатором, да, ой, мы залезли на лодочке, Лендусь, тебе не страшно, нет, нет, а не страшно, немножко, немножко, у меня уже голова кружится, я не люблю таких всяких качелей, у меня сразу, один раз, короче, когда мы с папой ездили в Тунис, Лендусь, мы с ним залезли, там на морях, на морях предлагают кататься на таких, как, ой, надувных таких, не банан, а такая сделана, как маленький бассейнчик, такой надувной, ты туда садишься, и за ручки держишься, ой, и они на катере тебя по морю тащат, ой, как я орала, а отец только хохотал, хохотал, а я так орала, я подумала, господи, ну куда тебя угоразило, мне даже горло сорвало, и у меня там даже, помню, синики, царапины были на руках, что я ободрала, я так вцепилась, вот этот несчастный матрас, девушки, с которой рядом со мной в скамейке-то сидели, после того, как они отошли, девушки говорят, хорошо, что вы были с нами, ну потому что для многих это было бы волнительно, вот это все дело, я прекрасно понимаю, то есть у многих бы, про даречи, может пропало бы, их затрясло, то есть, а у меня все-таки, вы понимаете, опыт у меня, я 15 лет говорю на публику, я же педагог, три года на ютюбе говорю, мне бояться нечего вообще, стесняться нечего, а по поводу того, что знаете, там то, что губернатор, вот это, знаете, у меня вот нет такого раболепия, то есть у меня такая позиция, что это они должны волноваться, когда они ко мне подходят, хотела сходить в тир, попробовать пострелять, а у него технический пережив, жалко, это они должны стесняться волноваться, когда они ко мне подходят, они на меня работают, они получают зарплату из бюджета, я народ, они должны подходить и волноваться, что я сейчас им скажу, понимаете, а не я перед ними волноваться, вот это у меня есть, откуда у меня, вот это, знаете, такое, знаете, ощущение своих прав, ощущение себя личностью, во мне этого никто не воспитывал, это у меня от рождения, откуда, это вопрос, Вероника Степанова сказала в одном из своих видео, что наш характер, вот то, как мы будем реагировать на разные жизненные ситуации, это все дается нам от рождения, как программа записывается, Заня, я же снимаю, не перебивай меня, как программа записывается, а социальные уже моменты, просто твой характер шлифуют, подшлифовывают, но все остальное дается при рождении, закладывается, как компьютерная программа, я тоже так считаю, и у меня вот это вот ощущение себя личностью, ощущение своих прав, чего нет у многих россиян, оно у меня есть, и оно у меня откуда-то вот есть, откуда, неизвестно откуда, но меня точно так не воспитывали, одна даже девушка, которая меня смотрит, написала, что вы даже его несколько раз перебили, но потом она удалила этот комментарий, вы знаете, да, я потом смотрела и думаю, он что-то там начинает говорить, а я такая перебиваю, ну потому что для меня был важен тот момент, я в тот момент почувствовала себя звездой, я испытала такое удовольствие, и мне было абсолютно все равно, кто рядом со мной, губернатор, президент или еще кто-нибудь, меня снимают, меня снимают, алло, я получаю удовольствие от процесса, в общем, я так счастлива, я так счастлива, что мне подвернулся момент, когда я поняла, что, чего мне на самом деле хочется, мне хочется вот этого вот, чтобы меня снимали, я хочу на телевидении работать, я бы очень хотела работать на телевидении, но я не знаю, например, смогу ли я говорить то, что мне прикажут, я вот раньше на Леонтьева смотрела, ведь Леонтьев же, видите, какой он молчаливый, он даже сейчас, он прекратил свою концертную программу, он, говорят, приезжает, дает какие-то, ну, частные концертики, да, но он прекратил свою концертную программу и тихонечко затаился в Майами, раньше я читала, ну, от него слышала в его фильмах там, да, про него, что вот, например, там, когда Ельцин, да, во власть там вступал, была его предвыборная программа, он выступал, хотя видно по нему, что он не разбирается в политике, но он как бы вроде как, типа, что мы в поддержку вышли на концерт, но по нему видно, что он не разбирается, и у меня всегда был такой вопрос, что, пачка, как, вот ты не понимаешь, тебя куда послали, там и поёшь, а для него, оказывается, он об этом и говорил, что для него вот это вот важно петь, где поёшь, перед кем поёшь, не важно, главное, что ты поёшь, и также некоторые артисты, вы их осуждаете, да, что они там, возможно, на власть как-то работают, и всё остальное, ну, просто, может быть, для них вот это вот счастье, просто петь, играть на сцене, они по-другому не могут, они готовы говорить всё, что угодно, и я вот не знаю, готовлю бы ли я на всё, что угодно, но вот в тот момент, я говорю, когда ко мне подошли, мне кажется, мне показалось, что я готова тоже на всё, что угодно, лишь бы меня снимали, лишь бы меня показывали, я готова сказать всё, что угодно, потому что это удовольствие, которое я получила от этих нескольких секунд, когда вот эта камера большая, профессиональная, микрофон, я не знаю, что такое происходит фантастическое со мной, когда я чувствую, что меня снимают, я не понимаю, это как-то волшебным образом что-то происходит, но мне это нравится, я кайфую от этого, и я хотела бы работать на телевидении, я хотела бы работать на питерском телевидении, не на псковском, оно для меня уж слишком лицемерное, вот на питерском бы, я хотела, я хотела бы жить в Санкт-Петербурге и работать на питерском ТВ, Линдусь, отойди от дороги, подальше, ну или на худой конец, иди сюда поближе, или на худой конец на радио хотя бы, хотя бы на радио вот но мне еще интересно посмотреть как я со стороны выглядела внутри то я чувствовала себя когда от меня снимали и тут рядом ведерников я чувствовала себя такой воодушевленный не хотелось бы посмотреть как я выглядела снаружи может быть я снаружи выглядела не такой ну не так вот мне бы хотелось посмотреть а они все не выпускают в эфир все монтируют и монтируют все монтируют и монтируют хожу несколько дней в приподнятом настроении потому что я испытала игр такое оргазмическое удовольствие в тот день что у меня заряд энергии появился вот не знаю уже насколько я как только вспоминаю тот момент не так хорошо становится вот мой муж говорит тебе поработать там при губернаторе там это вот знаете на за ним же точно бегут снимают там для соцсетей там stories фотка да там и все остальное монтируют этот материал я в раха да мне бы работать на такой работе гуя метода дома вообще не будет командировки все остальное не нормированный фактически рабочий день я вниз ребенок вот я прекрасно понимаю что моя мечта она рушится а то что я мать но я не унываю когда-нибудь мой ребенок подрастет когда-нибудь я перееду санкт-петербург и я буду работать на телевидении я в этом абсолютно уверена а сейчас я буду использовать это время я буду тренироваться на вас я буду много читать ну потому что я считаю что все-таки чтение она как-то развивает она она словарность запас увеличивает вообще как-то развивает да вот речь буду много читать так что извините иногда вы меня спрашиваете что этом комментарии на ваши не отвечаю я читаю я сейчас стараюсь больше читать если у меня есть свободное время знаете а вот это вот тырка не в телефон она ну не развивает на самом деле интеллектуально я буду это время все которое у меня сейчас есть когда я мать я буду использовать на развитие да я постарею но ничего я умирать еще не собираюсь у меня еще все впереди вся жизнь впереди и я точно знаю что я буду жить санкт-петербурге и я точно буду работать на телевидении но если не на телевидении то точно на радио где я буду говорить меня будут записывать и потом меня будут слушать я знаю что я создана именно для этого я это уже поняла раньше но вот в этот раз я убедилась что я хочу чтобы где-то говорить на публику классно если снимают на видео если без видео ну похуже но меня слушают я говорю а меня все слушают друзья мои мой канал нуждается вашей материальной поддержки очень сложно делать что-то каждый день и не получать за это никакого вознаграждения небольшая сумма любая совсем незначительная для вас очень поддержит мое творчество вы можете задонатить мне напрямую на карту втб все данные указаны в описании либо перейти по ссылке на donation alerts и также сделать любой донат любая сумма удобная для вас так же вы можете поддержать мое творчество в моей группе вконтакте невротичка оля став моим доном и таким образом получив доступ к закрытым видео видео выходят каждую неделю в них я раскрываю тайны своей жизни рассказываю о том что действительно меня волнует и обсуждаю темы которые нельзя обсуждать на массу